Приветствую! Я сейчас нахожусь в Харьковском планетарии и это отличное место, чтобы ответить на вопрос, почему космонавты сообщают иногда, что они то видят звезды, то не видят в иллюминаторе на борту орбитальной космической станции То же самое с рассказами астронавтов, побывавших на Луне, почему на снимках не видно звезд на фотографиях Я сейчас хочу вам показать этот пример. Многие, кто сейчас на эту тему спекулируют и ролики создают статьи, пишут, многие не вспоминают об адаптации глаз к темноте И сейчас я вам хорошо покажу пример. Видеокамера, она адаптируется к изменению света, но это в автоматических настройках. Есть ручные настройки. Я вам сейчас это покажу на примере и напомню, как это с нашими глазами Смотрите, сейчас мы находимся в ярко освещенном помещении. Открыта дверь в коридор, где довольно слабое освещение Там горит пару лампочек, но там темнее намного, чем здесь. Представим, что это яркая поверхность, освещенная внутри космической станции, а это иллюминатор, в котором видно космос Или что это поверхность Луны, которая, если светит Солнце, она ярко освещена, она очень яркая, ну как у нас днем поверхность на Земле Вот над нами темное небо, как у астронавтов. Смотрите, какая штука. Сейчас камера стоит на ручных настройках Если я выхожу в коридор, то мы здесь видим силуэты предметов, но все темное Я перехожу на автоматические настройки и вы видите, как увеличилась яркость Все становится хорошо видно, отчетливо читается текст на афише Теперь я отхожу назад, попадаю снова в ярко освещенное помещение Вы видите, как камера моментально понизила яркость Стали видны здесь хорошо детали, там потемнело Если я захожу туда, вперед, то есть выхожу Видите, камера поднимает яркость Но, если я возвращаюсь, здесь сейчас по бокам пересвет, то есть очень яркое изображение И вот что получается? Смотрите, наш глаз, он не как камера Он адаптируется, привыкает к темноте постепенно Как говорят, сегодня погуглите и разберитесь, что такое палочки, колбочки, рецепторы Чувствительные элементы у нас в глазу Одни отвечают за дневное зрение, вторые за ночное, в темноте И когда мы попадаем из ярко освещенного помещения в темно Ну, допустим, на улицу выходим ночью Сразу звезд видно? Немного Проходит одна, две, пять минут их видно уже намного больше Если вы побудете в полной темноте уже 10, 20, 30 минут Вы уже видите над головой, если позволяет небо, то нет, допустим, пару тысяч звезд То же самое с астронавтами на орбитальной космической станции или на поверхности Луны Если глаз смотрит на яркую поверхность или внутри станция освещена, да, и ты выглядываешь в иллюминатор То перепад яркости между вот этим ярким освещением и слабым светом звезд таков, что глаза при этом освещении не видят звезд Если выглянуть в иллюминатор, например, на МКС есть так называемая купола, такой купол То если там побыть какое-то время, вот там и видно хорошо звезды Получается, если выглянуть в иллюминатор и там побыть так 5 минут, то ты тоже увидишь звезды Но опять же, если ты пролетаешь над ночной стороной Земли Если они летят над дневной стороной Земли, в иллюминаторе яркая Земля То этот яркий свет также бьет в глаза, сужается зрачок и рецепторы так работают, что мы видим нормально яркий освещенный объект А темные тусклые объекты выглядят черными Соответственно, то же самое на Луне Поверхность очень яркая Если видеокамеры, если фотокамеры настроены и у них диапазон так называемый динамический не настолько широк, как у глаза Чтобы, тем более в те времена Что вот, если поверхность хорошо видна, небо черное Можно настроить более длинную выдержку, экспозицию на снимке Над Луной будут видны отдельные звезды Будут видны звезды Но поверхность будет пересвечена То же самое с глазами Астронавты же ходили и смотрели под ноги Если они поднимали голову вверх, они же не стояли так 5 минут Там каждая минута ценно была Так, теперь я нахожусь в звездном зале планетария Тоже очень яркий пример Смотрите Сейчас за мной та самая машина, которая называется планетарий Которая демонстрирует звезды в полной темноте здесь в зале И сейчас я добавляю на фонаре, который на камере светит на меня Я добавляю яркость Смотрите, вот сейчас видно нормально мое лицо и сзади аппарат Камера сфокусирована на мое лицо Я добавляю яркость на фонаре Добавляю резко Смотрите внимательно Пересвечивается лицо Далее камера мне слепит в глаза Корректирует экспозицию, выдержку так называемую Получение кадра Время его уменьшает получение кадра в камере То есть 50 кадров в секунду камера снимает Но каждый кадр может быть 1,5 или меньше Например, 1,000 Вы видите, что сейчас видно нормально мое лицо Но сзади аппарат темный, там все потемнело Теперь смотрите, я резко убираю яркость Могу вообще выключить фонарь И вы видите, что сзади стало нормально видно аппарат Вот я добавляю яркость Вы видите, камера опустила экспозицию Сзади все потемнело То есть это яркий пример этому Смотрите, какая у нас ситуация К нам сюда заходят люди в планетарий И такая ситуация Зашли посетители, основная масса Заняли свои места Начинается сеанс Постепенно гасится свет Идет программа Через, например, 5-10 минут Включается демонстрация звездного неба Все сидят, видят звезды Видят созвездия Лектор указкой все это показывает Объясняет Открывается дверь Заходят опоздавшие Заходит, например, пара человек Это классика, это постоянно Заходят Сначала некоторое время стоят И тут громкий голос Мы ничего не видим Можно включить свет Где нам сесть То есть что-то вроде этого А другие посетители У которых уже глаза за 10-15 минут Или за полчаса адаптировались к темноте Бывает даже ругаются Говорят Постойте, тише, не мешайте И вот те люди, которые зашли Вот они часто не понимают Что они пришли в планетарий Здесь полная темнота Звезды на куполе демонстрируют Видеопрограммы И получается Человек заходит из яркого коридора У него глаза еще не адаптировались Темноте Он зашел И у него полный мрак Просто все черное Уже через, например, несколько минут Он начинает видеть силуэты Ряды кресла Занимает место А уже через 10-15 минут Отлично видно звезды на голове То же самое Я всегда рекомендую всем Кто хочет, например, найти там фигуры Созвездий Планеты в небе Вы отходите от ярких уличных фонарей В Готаде вообще идет засветка неба И глаза постепенно адаптируются к темноте И тогда через несколько десятков минут А иногда, когда полчаса, час Любуешься звездным небом Или наблюдения проводишь с телескопом То реально звезд видно намного больше А потом достаточно буквально посмотреть на яркий экран Например, смартфона, планшета Или на экран ноутбука компьютера И опять на небо Хоп! И просто звезд не видно То есть понимаете И вы еще знаете Есть такая штука обратная Как бы адаптации глаз к темноте Адаптация к яркому свету Когда-то в темноте долго было И включается яркий свет Или вы заходите в яркое помещение То на глаза давит Им даже так больно Неприятно смотреть То есть вот это есть такая штука Я еще раз повторюсь Получается На Луне какая ситуация Поверхность очень яркая Днем освещенная Солнцем Астронавты опускались на поверхность Луны Там, где она была освещена ярко Солнцем То есть не на ночную сторону Соответственно Днем можно увидеть звезды над Луной При условии Если ты поднял голову вверх И в течение нескольких минут Или даже больше пяти минут Ты будешь смотреть туда И в поле зрения В глаза не будет попадать Солнце И яркая поверхность Луны Глаза адаптируются к темноте Ты увидишь звезды То же касается орбитальной космической станции Если ты находишься на дневной стороне Земли Пролетаешь над поверхностью Освещенной Солнцем То ты можешь увидеть в иллюминатор звезды Если ты посмотришь в тот иллюминатор Который в сторону от Земли И в сторону от яркого Солнца И тогда ты увидишь в нем звезды Но опять же Если внутри станция освещена ярко То надо подлететь к иллюминатору И так посмотреть Выглянуть Чтобы по бокам вас не слепил свет Не было ярких отражений в стекле И тогда через несколько минут Ты там увидишь звезды А посмотрев видео работы космонавтов на орбите Можно заметить, что в том же куполе Они в этой штуке Они туда выходят И там они не ярко освещены Там глаза адаптируются к темноте Вот там хорошо видны звезды Конечно, это хорошо Что многие проявляют интерес к звездам, к космосу Это классно Разбирайтесь! Будьте каждый исследователь Каждый немножко физиком, химиком, астрономом Но не забывайте такую штуку Вот два примера Если у нас проблемы с автомобилем И ты не разбираешься Ты начинаешь копаться Ты можешь потратить кучу денег Кучу времени и сил И так и не найдешь неисправность И ты подъезжаешь Если ты сам начнешь ковыряться Рыться в интернете Книжки читать В схемах разбираться И ты приезжаешь к человеку Который специалист Он буквально слышит И тебе за 3 секунды говорит Так у тебя там Со свечой проблемы Пропуски зажигания Или еще что-то там Троить То же самое с организмом Высокая температура Больше никаких синдромов Можно себе таких диагнозов наставить А ты приезжаешь к специалистам К профессионалам своего дела Ты приезжаешь к медикам Тебя диагностируют Допустим УЗИ, рентген, МРТ Еще что-то И выявляют причину заболевания Допустим Далее делают анализ крови То же самое с астрономией То же самое с космосом Есть специалисты Есть Так сказать Обращайтесь к специалистам Уважайте мнение специалистов То есть конкретно Вот я вам без всяких выдумок Без фантазии В этом ролике Объяснил и показал Почему И как со звездами Луной И с бортостанцией Это происходит Ну а я с вами не прощаюсь Кому интересно Посмотрите еще ролики У меня на канале И ссылочки в описании И под видео В конце ролика Желаю каждому Делать свои маленькие Большие открытия Природа полна еще сюрпризов И тайн Хватит на всех Удачи Субтитры сделал DimaTorzok